Вопрос в том, что это произошло? Второй вопрос. В этих страданиях он начал говорить, ну и что, где твой мастер? Почему он тебе не помогает? Ну типа, хватит уже, может быть, ну как бы закончим это все и идем. Как бы такое происходит отречение, как будто бы, да? Да, он словно делает вид, что не знает где мастер, понимаешь, а мастер-то в вашем сердце находится. Прямо в вашем сердце находится, понимаешь? И все, что нужно, это спуститься из головы в сердце. Вернее, подняться. Восхождение должно произойти. Из ума в сердце. И там, там найдется мастер. По этому поводу возникает асрам, конечно же. Потому что возможность пребывания в поле мастера созрела. Созревает постепенно. Вот. И эта возможность проявится в асраме. То есть пребывание в поле мастера постоянно. Потому что все, что возникает, вот, то, о чем ты рассказываешь, да? Возникают страдания. Они возникают только лишь потому, что вы отклоняетесь, словно возвращаетесь в колею, привычную для ума колею, понимаешь? И в этой колее обнаруживаете опять страдания. То есть происходит опять засыпание. А происходит это потому, что вы возвращаетесь к привычным, вот, для думающего ума, действиям каким-то. Ну, то есть возвращаетесь в социум, возвращаетесь опять к этим каким-то привязанностям. Привязанностям. Которые там связаны с материальным в основном всегда. И ум тут же пользуется, пользуясь этой ситуацией, создает всевозможные страхи и страдания. И ты их обнаруживаешь. Вот. А он тебе еще подкидывает все возможные мыслишки, обесценивающие истину. Поняли? Да. Ну, вот, какая рекомендация в таких случаях? Можно ли писать мастеру? Ну, как бы, потому что... А-а-а. Все можно. Нет ничего запрещенного. Все можно, понимаешь? Нет ничего запрещенного. Но уже говорилось об этом, что если вы обнаруживаете эти страдания, то вы просто покажите облик мастера вашим мыслям. Это очень просто. Любое изображение, любая фотография. Покажите просто, и все. И они прекратятся. Да, здравствуй. Доброго дня. Благодарю за возможность при присутствии, при общении. Звремя. Хотела спросить, появится ли в скором времени возможность приобретать, или как это лучше... Вот хочется повесить лик мастера на стене, на нескольких стенах даже в доме, в большом формате, пока только в телефоне, на всех заставках. Есть, есть. Возможность запроси. Запроси изображение у мира или еще у кого-то делать. То есть, либо хотя бы для качественной распечатки какой-то материал, чтобы можно было самим распечатать. Есть, тоже есть. В хорошем качестве есть изображение, то, которое можно распечататься. Докторик. Еще вопрос. Скажите, как для тела, как на сознание и на тело влияет употребление легкого алкоголя, например, сигарет? Просто есть в ближнем круге кто это делает, и хочется им объяснить, как это влияет на их тело и сознание, на вибрации, чтобы было понимание. Да. Что касается алкоголя. Даже пиво, вино. Да, любой алкоголь. Это вообще неважно, какой. Легкое вино или пиво, это все равно. Все равно алкоголь. Он крайне негативно влияет на соединенность с Божественной природой. Крайне негативно. То есть, есть такие специалисты, которые изучили этот вопрос в спецслужбах, которые находятся. Вот они утверждают, что после употребления алкоголя три года невозможно соединиться с Божественным. Три года. То есть, на три года ты себя отрезаешь, связь с Богом. Все. А табак, по моим ощущениям, это когда через тебя кто-то просит покурить. Табак, да, табак это тоже такие же вещи, которые навязаны для того, чтобы у вас не возникла возможность пробудиться. Для того, чтобы шло вот эти вот все привычки какие-то деструктивные. Они негативно влияют на тело. Очень негативно. И ум пользуется этим, чтобы опять возникли страдания. Потому что через курение возникает множество заболеваний в теле. И это не что иное, как попытки ума через эти провокации вовлечь вас в страдания. Поэтому лучше избегать таких вещей, там, алкоголя, ну и курения тоже, конечно. Почему эта информация скрывается по поводу алкоголя? Она же не распространяется нигде. Это известно только вот узкому кругу людей, которые в спецслужбах занимаются какими-то духовными вопросами. Понимаешь? Три года нужно, чтобы восстановилась возможность. Возможность энергии подняться в самые высокие тякры. То есть на самый верх. Вопрос еще, мастер. Если близкий человек направляет... Пожалуйста, пожалуйста. Если близкий человек направляет на тебя только поток разрушительных энергий, и не всегда получается, например, справляться... Не всегда хватает сил очистить это. Потому что противостоять этому нет смысла, потому что давать обратную историю, либо зеркалить... Мне кажется, что это такая история, которая усугубляет только вещи такие. Не всегда получается через сердце это пропустить, очистить и вывести в свет, чтобы нейтрализовать ситуацию такую негативную. Может, лучше вообще не принимать? Ну, если ты... А что, если ты живешь на одной территории лучше на это время, когда человек... Ну, то есть, вот смотри, вот ветер дует... Территориально лучше дальше? Смотри, ветер дует, ты же в ответ ему не кричишь. Чего это он дует, мол? Еще не в ту сторону, может быть, дует еще там, я не знаю, с листвой какой-нибудь, с пылью. Ну, получается, если какая-то стихия природная тебя волнует, ты телом перемещаешься подальше от нее. Ну, разумно это так происходит. Получается, это то же самое, если какая-то стихия через близкого человека... Вот смотри, любая... Нужно на это время отстраниться подальше. Любая стихия, в том числе и вот это, то, о чем ты говоришь, возникает перед твоими глазами только по одной причине. По причине неочищенной кармы. Да, это понимается. Понятно? А если это возникает, то это твое. И ты должна... Для меня. Тут же, да. Это только для тебя возникает. Понимаешь? Причем тот, кто транслирует это, он не осознает даже до конца, что он делает, ну, как бы, что происходит. Понимаешь? Я осознаю, понимаю. Просто потому, что это твоя наполненность этим. Потому что это ты себе должна увидеть, что это твое. А принять это, ну, то есть как принять? То есть не реагировать, не сопротивляться. Понимаешь, ты что в этом случае делаешь? Достаешь меч и начинаешь, как бы, ну, что-то биться или что-то такое, обижаться, уходить куда-то там, забиваться в угол. В общем, вставать в позу. Вставать в позу. Понимаешь? Даже если внешне это никак не проявляется, внутри это может быть. Внутри. Внутреннее неприятие, по сути. Внутреннее неприятие, оно... Внутреннее неприятие и создает вот это страдание. То есть пропускать, по идее, идти. Ну, кому, конечно, как ветер дует, пусть дует. Да? Он тебя не затрагивает. Знаешь, есть такая история очень известная, как Будда однажды шел со своими учениками мимо деревни. А в деревне вот такие люди нашлись, которые стали там ему подогонку, в общем, всяческие гадости говорить. Ну, проходил мимо, молча, и все. Ученики его спрашивают, а почему Будда, почему ты мне ответишь, например? Это очень просто с... Не сказать, это не твой мужик, потому что вы как бы как одно. И когда это с внешнего мира, это вообще очень просто пропустить мимо. А когда вы, получается, как одно, этому вот так вот пропустить мимо, это получается не всегда. И вот когда... Все правильно. А почему так происходит? А что будет в вашей жизни? А Будда ответил, что я не принимаю то, что они говорят. То есть не принимаю близкое к сердцу. То есть это просто как ветер, который просто пронесся мимо и исчез. Понимаешь? Да. Если бы это разово, а если это, например, на протяжении какого-то периода, в течение недели... Хорошо. С утра до вечера происходит. Хорошо, хорошо. И ты говоришь, ну, просыпайся, ну что... Давай разбираться с этой ситуацией, да. И ты говоришь это себе. Понимаешь? Потому что ты не можешь разбудить его. Не можешь его разбудить, пока сама не проснешься. Потому что он проекция твоего ума, и твоя карма. Твоя карма так проявляется. Он как зеркало просто слепое. Он не видит, не осознает этого ничего. Он просто тебе зеркалит. Как только ты это примешь, ну вот как ветер, понимаешь? Не будешь реагировать на это. Более того, еще и проявишься, проявишься в подлинной женской энергии. Тогда она нейтрализует все мужские загоны. Понимаешь? Потому что женщина, в ней находится источник гармонии. Уже об этом много раз говорилось. То есть источник гармонии в паре находится в женском. Больше его негде искать. Понимаешь? Если нет гармонии в паре, значит, что-то там, какие-то там искажения в женском возникли. Понятно. Просто поднимается огненная энергия внутри женщины. Мужская, по сути. Посмотри, мужчина начинает воевать, да? Да. Конечно, ну как огненная. Конечно, там возникает какая-то калия там у тебя или там какие-то демонические какие-то проявления. Ну, всякое может быть. Вот. Естественно, то есть твоя твердость вызывает еще более твердость у мужчины. Понимаешь? Еще более твердость. Вот. Твердость уже выходящую за пределы, как бы разумного. Вот. А если ты посмотришь мультфильм, сказка о глупом мужике, ты вот увидишь все, понимаешь, все то же самое прямо про вас. Когда он ей говорит, дура ты, баба, да, провались ты, понимаешь ли, под землю. И она берет и проваливается как будто в погреб. Понятно? Но при этом сокол, орел, и все, да. Сокол, орел, сокол, орел. Понимаешь, ее покой никак вообще не поколебим. Вот что бы он ни там, ни возбытворял. А в конце концов, что происходит? С ним происходит трансформация. С ним происходит трансформация, понимаешь? Почему? Потому что, ну, потому что невозможно, как тебе сказать, невозможно, не принять вот такое женское чистое проявление, которое все принимает. Оно очищает, конечно. То есть мне нужно, по сути, просто очистить карму близкого человека через себя. Да. Без вариантов. Нет. Тебе нужно свою карму. Не близкого человека, а свою карму очистить. А мультик прям смотреть. Прямо смотреть, 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 прям внимательно. Несколько раз. Мастер, скажите, пожалуйста, еще такая история. Вот эти родовые истории, которые неосознанно во сне, получается, передаются по наследству. Например, если там отец ненавидел мать, и потом, соответственно, сын в этом рос, и он неосознанно начинает, даже сам не понимая, вот эти программы транслировать через себя, в своей семье, например, так же настраивать детей против матери. Он прям даже не понимает. Но это происходит неосознанно. Прямо программы просто родовые, и даже человек не понимает. В моменте, что... А ему говоришь, он, конечно же, не может увидеть это. Я еще раз вам говорю, что карма, она слепа и глуха. Понимаешь вообще? То есть она просто, ну... Другая реальность совершенно. Сон, понимаешь? Сон. Там ничего нельзя сделать. Там просто вот эти кармические движки, они сами двигают все, понимаешь? И двигают все только к страданию. А то есть, если я, например, не засыпаю и нахожусь в благости, то это очищается со временем? Со временем, конечно. Все пространство... Все пространство будет очищаться, конечно. Мультик, мультик. Держать только вот это вот состояние благости и все. Да, вот только сердце, и все. Сердце, сердце открытое. И абсолютную любовь, которая ведь... Безусловно. Она безусловная. Она непоколебимая. Она никогда не меняется, понимаешь? Что бы он там ни говорил тебе. Не меняется она. Потому что подлинная любовь такая. Такая природа у нее. Если она изменилась, если вдруг началось какое-то противостояние, да ты такой, да ты сякой, да вот вообще зачем мне это надо, и все так далее, понимаешь? Это не любовь. Нет, спокойно пытается объяснить, но когда спокойное объяснение, реакция та же самая. Какая бы ни была реакция, понимаешь? Вот женская природа, она все исправляет. Все исправляет. Если женская природа, подлинная женская природа, а она вот в мультфильме настолько ярко прорисована, ну очень чисто прорисована, понимаешь? Да, вот прямо и ориентируйся на нее. Это вот прямо талон. Да. У меня просто получается, но не всегда. Да, конечно, конечно. Потому что вот эти движки кармические, потому что сон происходит, происходит вот эта колея, куда вы неосознанно, как будто засыпая, попадаете. Попадаете. Вот. И не нужно от этого отнекиваться, то есть нужно признать, потому что подлинная любовь, вообще освобожденное сознание, оно не страдает. И не сбегает никуда никогда. Не страдает. Понимаешь? Вообще. Что бы ни происходило. И очищенная карма не может, вернее, в очищенной карме, в чистом сознании, не может возникнуть ничего подобного перед глазами. Понимаете? Да. Потому что вот все буквально, о чем бы вы не задавали вопрос, о чем бы вы не спрашивали по поводу того, ну вот почему вот эти события какие-то, еще что-то. Запомните раз и навсегда, что все происходит по карме. Вот буквально все, что возникает перед вашими глазами, и вызывает страдания. и возникает как то, с чем вы как будто бы не согласны. Как искажение некое, да? Как мир для мирянина. А это все неочищенная карма. Это все просто карма, просто сон. Поэтому очистить ее можно, только пребывая в чистоте божественного присутствия всегда. Для этого происходят ретриты, для этого вам даны рекомендации. А еще получается, если в моменте сердце начинает сужаться, потому что когда действительно оно распахнуто на распашку, действительно все пролетает мимо, и очищается, и нет никакого страдания, чтобы не происходило. Это правда так есть. Но если чуть что-то, ты в моменте засыпаешь, и в этот секунду сердце, и тебе приходит удар, то сердце схлопывается, оно в этот момент как бы закрывается. И кроме образа мастера, чем еще можно помочь? Вот то же самое, наверное, тоже девушка спрашивала. Может быть какая-то молитва или нет на образ мастера? Или просто медитацию уходить? Вот если начинается вот это что-то такое внешнее происходить. Смотри в себя, где это твое, понимаешь? Вот где там вот этот вихрь, который крутится, вокруг тебя. То есть нужно иметь место, где можно уединиться в этот момент? Ну, уединиться или осознать вообще, что происходит. То есть просто вот проснуться прямо вот в моменте. Проснуться и все. Как только ты проснешься и осознаешь, где находится гармония в паре, и что такое подлинная женская энергия, которая способна все нейтрализовать. вот так, понимаешь? Очень легко. Сложно, когда, видимо, в природе тела, я не знаю, в природе структуры много огня, и огонь вот этот, он как бы начинает в моменте… Смотри, тебе нужно осознать, осознать, осознать простую, простую вещь, да. Простую вещь нужно осознать. Вот что бы ни происходило, да, со стороны мужчины, вот буквально все, понимаешь, вот все нужно принять. Это осознается. Вопрос только не всегда получается. Понимание, осознавание, оно есть. Конечно. Ну, просто на практике не всегда выходит. Все нужно принять. То есть, понимаешь, вот вся мудрость, уже мастер говорил об этом, вся, буквально вся мудрость женская. Всего лишь принять. Вся. В трех словах, милая, заключена. Понятно? Принятие. Нет. Молчание. Эти три слова очень простые. Я тебя люблю. Вся мудрость, милая, вся женская мудрость в этих трех словах. Нет другой мудрости у женщины. Все слова другие забудь. Понятно? И все будет замечательно, поверь мне. Благодарю. Одна из ситуаций участников ретрита, участницы. После первого ретрита возвращается домой и возникает следом, прям вот в этот же день, информация от мужа, что у него появилась настоящая любовь. У них семья двое, там, или сколько-то, в общем-то, детей. В общем, всегда все было замечательно. И вдруг проявляется другая женщина, и он говорит, что у меня там настоящая любовь. Это все твой мастер. Вот ты сходил к мастеру, вот теперь как бы вот, ну, грубо говоря, хлебай. Валите на мастера, если что. Естественно, участница ретрита все помнит, осознает, что нужно принять. Вернее, не помнит ничего, что нужно принять. Вот так, конечно. Возникает, возникает буря обиды. Более того, муж начинает брать детей с собой туда, вот. И у детей складываются свои впечатления, и возникает реакция, что это, ну, несправедливо, неправильно. Зачем такой опыт для детей? Это плохо, плохо. Там плохие дети, там плохая женщина. Муж той женщины, она оказывается тоже замужем. Тоже возникает, значит, связь, тоже осуждение и так далее. И, в общем, такая вот Санта-Барбара. Во всем виноват мастер. Сто процентов. Сто процентов. Вот. И как принять? Нет понимания, потому что обида залила просто все. И память о... Ну, только что, о вас только что об этом говорили. Вот если перед вами глазами, перед вашими глазами возникают какие-то искажения. Искажение это что такое? Вот то, с чем вы как будто не согласны. Да? Ну, не согласны вы как будто с этим, и не можете принять это. Вот. То, значит, вы заснули, понимаешь, заснули. Это сон сознания таков. Кармические проявления начали себя проявлять. То есть это проявление кармы. Кармы? Конечно. Это проявление кармы. Абсолютно. Почему после ретрита? Должно же все улучшиться, говорит участник. Знаете, после ретрита зачастую бывает так, что карма наоборот. Начинает как бы сжиматься, и весь растянутый во времени, как бы, вся эта история, она вдруг начинает прямо тут все, значит, копья ломать. То есть то, что боялся потерять, на что больше всего цеплялся. Понятно? Да, вы запомните раз и навсегда, что во сне так происходит, что то, что присвоено эгом, обязательно будет отобрано. Понятно? Вариантов нет других. Ещё раз говорю, если эго присвоило это, то это будет обязательно отобрано. Ну, известно, мастер, прошу прощения, перебиваю участников, также известно о том, что принятие другой женщины, но уже опыт есть одного из участников, постоянно преданных мастеру, вернее, участников ни одного ретрита, что принятие другой женщины и ни одной в течение не такого длительного периода, но искреннего, прям чистым сердцем было принято со стороны жены. Конечно, освобождает от страдания. Да, но и трансформация мужа произошла, то есть все женщины через какое-то время отвалились, когда произошла эта трансформация. И там, в общем, единая любовь и ничего такого нет. Конечно. Ещё раз вам говорю, если вот вы прям смотрите сейчас, прямо посмотрите, если есть хоть что-то, что вы можете не принять, вот хоть что-то, что вы, ну, не принимаете. Ну, вот прямо вот самый там невозможный вариант вообще какой-то, представьте. Если есть, если вы чувствуете, что нет, ну, нет, я это не смогу принять, понимаешь, или ещё что-то, такое, вот именно такое ощущение возникает, то значит всё, значит вы спите просто. Да, 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 и та, и другая, в общем, глубока. Что означает, если вы не прогрессите, я вообще не понимаю. Эго, ну, как что означает? Что такое срисовение эго? Обыкновенно, ну, вот, например, эго, что, эго, как говорит обычно? Оно говорит, это мой мужчина. Ну, то есть, когда возникает моё или твоё, понимаешь, всё, это значит проявление эго, потому что на самом деле нет ни моего, ни твоего в абсолютной реальности. В Царстве Небесном нет этого ни моего, ни твоего, нет никакого присвоения, нет частной собственности. На кошку, только на кошку может это распространяться, сказала Лена. Моя кошка. Только на кошку. Вот, видишь, вот, понимаешь, вот есть что-то, что ты можешь не принять. Есть какая-то оговорка, оговорка. Вот, как только есть вот какая-либо оговорка, всё, приехали. Это повод для страданий. И этот повод обязательно выстрелит, понимаешь? Обязательно. После ретрита или до ретрита, или во время ретрита. Но обязательно выстрелит. Настя, что такое освобождение? Освобождение – это прекращение осознавания себя, как кого-то. Это прекращение мыслей, в том числе я-мысли, прекращение отсутствия я-мысли. Вот что такое освобождение. То есть ощущать себя кем-то – это и есть освобождение? Нет, это и есть не освобождение, это и есть не свобода. Это и есть не свобода. Нет, перестать ощущать себя кем-то. Вот, да, прекращение ощущения себя кем-то – это да, это освобождение. То есть абсолютное ничто, ничтожество. Да. Да. То есть твое ничтожество – величество его. Как помогает медитация? Почему возникает медитация в ретрите? Многие участники посещали ретриты другие, и у них были только сатсанги, только встречи с мастером. Не было никаких медитаций. Что это за практика такая, медитация, которая возникает даже в онлайн-ретрите? Да. Это очистительная процедура, это не практика. То есть это процедура, которая в вашем состоянии ума необходима просто. Просто необходима. Как гигиена, как чистка зубов. Необходимо для того, чтобы ваш ум привыкал к чистоте. Потому что воспаленное состояние ума, а именно ум, действующий как думающий, это и есть причина всех страданий. Говорящий в смысле, да? Думающий. Ум, действующий как думающий. Говорит он, думает, создает мысли, все, что угодно. То есть делает выводы, какие-то суждения, осуждая кого-то. Да, да. То есть разделяет. Разделяет. Вот этот ум и есть причина всех страданий. Получается тогда вот эти события, которые мы не принимаем, они как блага, не показывают там, где у нас сопротивление. Конечно. 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 Еще раз вам говорю, майя или иллюзия, да? По-другому по-русски сказать. Вот сон, он самым настоящим образом просто ведет вас к пробуждению, понимаешь? Ведет к пробуждению просто пинками. Тут через мужа, там еще через... Как угодно, понимаешь? Да, как угодно. Пинками просто гонит вас. И когда вы в неосознанном состоянии находитесь, то вы только страдаете и не можете ничего с этим сделать. И страдания только усугубляются. Такова природа сна. И не важно, о чем страдаешь, что причина страданий вообще. Да не важно вообще, понимаешь? Страдания как таковые, это же, ну, они могут быть какими угодно. Глубокими. Ты просто стоишь на остановке, ждешь автобуса. А он не приходит вовремя, понимаешь? И начинаются страдания. Это неправильно, автобус должен быть вовремя. Конечно, начинается вот это все, да. А если это предстоящая операция? Что? Так. Не хочется его удалять, и кажется, что можно что-то сделать, чтобы удалять его. А вообще настаивают, вот, нужна операция. Врачи от слова врать. Они всегда, им все, им всегда нужно что-нибудь отрезать обязательно. Да, они по-другому не умеют. Не знают, как по-другому. Ну, не идти на операциях, но лица. Ну, все зависит от того, от ситуации, в которой там сейчас все это находится. Потому что иногда бывает так, что тело может просто не выдержать и, ну, собственно, быстро прийти в негодность, если не провести операцию, например. Вот, поэтому здесь надо смотреть просто, ну, конкретный твой случай или чей-то там. Возможно сказать только одно, что здесь уже есть случаи восстановления удаленных органов. И есть случаи, когда были все рекомендации к операциям, и операция не состоялась, потому что не было, то есть этот человек не пошел к врачам и не стал оперироваться. А в доверии растворился в мастере, и все восстановилось, и все замечательно функционирует. Тело восстановилось. А в случае с докторами, с врачами пришлось бы сделать операцию. То есть пришлось бы лично операционный стол и удалить орган. Такую степень доверия выработать быстро, за 10 дней, чтобы расстроиться в мастере. Хотите на онлайн-ветвит, который сейчас происходит? Да. Он помогает, простите, мастер. Степень доверия, степень доверия. Знаешь, столько чудес происходит вокруг, что ты все время как будто бы ищешь каких-то доказательств. Понимаешь? А они уже происходят, эти чудеса. И происходят они благодаря доверию. Благодаря вот тому, о чем ты говоришь. Доверию. Потому что по вере вашей дано будет вам. Дано будет вам по вере вашей. Вот так. И по-другому не происходит. Что такое самадхи? Самадхи. Такое слово опять. Да. Ну, это слово пытается, пытается указать на естественное состояние освобожденного сознания. Самадхи. Это единственная возможность попасть в реальность. Самадхи. Это то, что даруется прямо сейчас всем присутствующим здесь. Самадхи. Это возможности осознать божественную реальность. Самадхи. Это ваша истинная природа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... некоторые в медитациях вернее после медитации констатирует заявляет вернее не констатировали заявляет о том что с ними не происходит самадхи медитируя с мастером считают что с ними ничего не происходит и не могут идентифицировать случилась медитация или нет по привычке ума идентифицирует что это нет потому что есть некий опыт каких-то других медитаций где нужно напрягаться, что-то делать. Ну, в общем, есть какая-то практика. Как для участников онлайн-ретрита осознать, что медитация состоялась, поскольку рядом нет мастера в привычном представлении, что вот нужно влечить тело рядом с мастером у ног или там его пространство, и тогда вот медитация происходит. Продолжать. Продолжать, просто продолжать. Дело в том, что у многих не получаются самостоятельные медитации. Поэтому явлен мастер для того, чтобы для того, чтобы происходили самадхи, для того, чтобы происходили самадхи. Ибо подлинный мастер — это ваши самадхи. Ничто иное. это возможность глубочайшей, глубочайшей медитации. Если не происходит что-то, то то, что происходит, наверняка есть очистительный процесс, который в этом, в этой трансформационном движении может происходить. например, могут возникать всевозможные видения перед глазами, которые кажутся мыслями. Да, как будто мысли ускоряются. начинается какое-то как будто думание. Вот, это очистительный процесс, потому что ментальное тело, то есть ваш ум очищается таким образом. Как только вот этот вот бульдозер пройдет, то есть ваш ум очистится, в процессе взаимодействия с мастером на медитациях. Даже онлайн. Даже онлайн. Даже тут нет, даже или не даже, то есть это неважно. Онлайн это или оффлайн происходит. Вот, то начнут происходить глубочайшие медитации уже в чистоте. И это произойдет безусиленно. Не пропустите. А если происходит так? Долго, ну, вначале такой процесс, вот как мастер сейчас описал, что очень много мыслей, потом происходит процесс, как мысли исчезают, погружение, глубокая тишина, самоосознавание, как опыт, вот этот первый. А потом вдруг снова мысли или вообще ощущение, что ты не погружался и даже вообще полностью находился в теле, ощущал его в течение всей медитации. Как будто больше не получается, вот некоторые заявляют. Что это такое? Это временное, нужно продолжать, потому что бывает такое, что как будто не возникает погружения в какой-то момент. Многие констатируют это, как будто бы, что вот наступает такой период, когда вот вроде как раз и не возникает погружения никакого. Нужно все равно продолжать, потому что это временное явление, которое в конце концов тоже проходит и сменяется, сменяется глубочайшими медитациями, сменяется глубочайшими самадхи. Благодарю, мастер. Не передаю слово, потому что такое первое с оценкой он имеет. Ценность большая. Созерцанием. Простыми словами просят прояснить это такое понятие глубокое, как созерцание. Все-таки сидеть и смотреть. Куда смотреть? Что смотреть? Вот мастер говорит, смотрите в небо. Небеса. Небо смотреть, имеется в виду выйти на улицу, смотреть в небо в облака. Да. Ну, вот простыми словами это вопросы такие простые, кажется, но сложные. Небеса, в небеса. Что такое небеса? Это небесы, небесы, чистота, безмолвие. Вот что это такое. Это не значит, нужно поднять голову и начать смотреть на звезды или на небо. Вот. То есть в квартире можно? Можно в квартире смотреть в небеса. В небеса это значит смотреть в безмолвие, в чистоте вот этого. То есть осознавать просто самовосприятие. там, где, грубо говоря, там, где нет мыслей. Вот прям как сейчас. Вот прямо сейчас и происходит созерцание. И происходит самадхи. Происходит чистота, где нет мыслей. ибо божественная реальность, она свободна от мыслей вообще. Мысли это признак сна. если их такой рой, что даже зазора не видно. В рой и постепенно уменьшится. Продолжайте просто и все. Можно ли в ретрите, не в ретрите, но сейчас для участников ретрита, неважно, получается не получается в эту тишину заглянуть. Просто смотреть на фотографию мастера, сосредотачивая свое внимание на нем, как бы отбрасывая все мысли и видя только его. Конечно. Когда вы смотрите на изображение мастера, то ваше сознание в этот момент расширяется. Это касается любого прикосновения. это происходило даже просто когда человек позвонил по телефону и очень сильно испугался, что у него начали увеличиваться руки, ноги, там куда-то голова стала куда-то разбегаться. Поэтому как раз вот и происходит это созерцание. если вы смотрите на изображение мастера. Благодарю, мастер. Значит, просто в какой-то момент осознается, что наступила тишина. Конечно. Она тут же наступает. Прямо тут же. Как сейчас. Это и есть растворение? Безусильно. это и есть растворение. Почему используется слово свет? Что значит свет? Свет и Бог это одно и то же? Да. Конечно. Конечно. Благодаря свету возникает все проявленное. благодаря свету и милости возникает все, что вам видится как объективный мир, как то, что вы называете миром. то есть, скрытые тенденции ума, выходя на свет, проявляют проявляют все видимое. свет. Свет попадая на ум делает видимым то, что вы называете миром объективным, то, что называется творением. но прямо сейчас, когда вы обнаруживаете безмолвие, прямо сейчас вы укрепляетесь в вере, в видении света, ибо вера это значит ведать. ве это ведать, ра это свет. Видеть свет прямо сейчас и происходит видение света. И тогда нет никакого разделения и ничто никак не называется. вот что такое свет. свет. Вот что вот светило свет, это свет, и свет, свет. Сияющее благословение. И вы не можете его не осознавать. Не можете. Потому что только он и есть в подлинной реальности. Страдом вспомнился вопрос. Это невероятный Василий. Ну, и забылся тут же. Да будет воля твоя, а не моя. Эта фраза как будто говорит о двойственности. Почему она используется? Ну, она помогала и помогает часто тем, кто устремлён к себе. Эта двойственность возникает только лишь потому, что есть ещё тот, кто считает себя отдельным. Этот отдельный страдает. Страдает очень сильно. И чтобы эти страдания закончились, конечно же, конечно же, эго само встаёт на колени и молится, чтобы его избавили от него же. Так созревает готовность. Готовность созревает таким образом. Готовность к пробуждению. Готовность к исчезновению того, кто страдает. Но пока есть ещё тот, кто страдает, возникает и эта фраза. Потому что только в тотальной значи возможно подлинное исчезновение. Подлинное исчезновение того, кто считал себя отдельным. Того, кто своей отдельностью явил в воображении вот эту адскую нереальность. Адскую кармическую нереальность, в которой есть или, вернее, нет. Но кажется, что есть одни страдания. Подлинная реальность свободна от кармы, свободна от страдания. И что бы ни происходило, как бы это ни выглядело, в этом нет боли? Нет. Потому что ничто никак не называется? Потому что ничто никак не называется. Потому что нет того, кто выносит какие-то суждения, оценки, делает выводы. А когда его нет, то неоткуда возникнуть страдания. Потому что всё такое, какое оно есть, безоценочно. Без выводов, без названий, без диагнозов. коучей, вот так называют сейчас популярных психологов. Психологи, коучи или как-то там ещё. Есть фраза «Полюби себя». Как она соотносится с истинной любовью? Это и есть любовь к себе? Любовь та, о которой говорит мастер? Ты не можешь полюбить, пока ты отдельный, ты вообще полюбить не можешь. Вот в чём дело. Понимаешь? Вот как происходит. Потому что кажущееся вот это ощущение любви какой-то, как будто бы, это фальшивка. Всегда. Всегда фальшивка. Во сне нет подлинной любви. Подлинная любовь, она всепринимающая, всепрощающая. Она не может влюбиться по-человечески. Не может. Потому что она не знает про эго ничего. Любовь и эго никогда не встречаются. Любовь не знает об эго ничего. А эго знает о любви. Но по наслышке. А как же фраза «Возле ближнего, как самого себя»? «Возле ближнего, как самого себя». Да. Дело в том, что мастер давно уже об этом говорил, что никто не может найти любовь. Не ищите ее, ибо ее невозможно найти. Лишь только она сама может себя обнаружить. И по-другому это не происходит. И, кстати, благодаря саму адхи это может произойти. любовь может сама себя обнаружить. мы откатились после ретрита очень сильно назад, погрязли в спорах. И вернуться на уровень возможно с помощью медитации или требуется новый ретрит с мастером, где в его поле это было легко при растворении в нем. Ашрам возникает, ашрам возникает. Конечно. Ашрам для длительного пребывания рядом с мастером? Для длительного пребывания, конечно. Длительный ретрит, длительный ретрит. Дело в том, что вы словно в своей голове закончили ретрит. Ну, то есть, понимаете, как произошло. То есть, вы вошли в ретрит, а потом с последним днем как бы, ну, вот, словно все. Ух, ух, выдохнули, сейчас пойдем, да, уже эгегей, да, снова. Поживем хотя бы нормально. Погушим. Понимаете? Вот. И все, и все, и снова, и снова опять вот эта сонливая реальность, сонливая нереальность, вернее. И снова страдания, и снова кармическая, кармическая лента перед глазами с кармическими событиями, токсичными событиями, как правило. Ретрит не должен заканчиваться. Это билет в один конец. Да. Потому что ретрит из любопытства это не ретрит. Это просто, просто сходить, сходить и посмотреть, как же там у них, у просветленных-то все это происходит. Что это такое вообще, как будто бы. это проявление неготовности, потому что ретрит, он не должен заканчиваться. Если речь идет действительно об освобождении, если вы осознаете, что вы настрадались уже, что вас больше ничего не очаровывает в этом иллюзорном мире. И тогда ретрит не заканчивается. И возникает устремление, которое говорит об этом всегда, потому что даже когда мастер говорит, ну вот сейчас можно прерваться и поехать отдохнуть. Да, были у нас такие устремленные, которые говорили, как? Нет, никуда не поедем. Ретрит продолжается. Вот что такое устремление. И вот это устремление, оно и сокращает то время очищения от кармы, то время пробуждения, которое сужается, которое не прекращает свою растянутость на десятилетия или жизни вообще. тогда спрессовывается это время до очень короткого времени, до недель или месяцев. но если вы обнаружили, что ретрит закончен и все, сейчас я поеду домой, дальше в общем жить, то значит неосознанно что-то значит что-то недо осознанно или еще нет вот этой наигранности, то есть не настрадали значит. Значит есть еще что-то, что вас очаровывает в этом иллюзорном мире, а значит будьте готовы, будьте готовы к тому, что страдания будут продолжаться, потому что моя иллюзия она не спит никогда, она обязательно вытащит свои плетки и начнет восхлистать. А корма имеет такое свойство, что она всегда усугубляется, углубляется и усиливается. И все только лишь для того, чтобы возникло вот это то, что называется сдачей, с чего все начинается на самом деле, с чего начинается подлинная вот эта подлинная духовная трансформация, ощутимая как трансформация. Потому что до этого в колесе сансарном вы не ощущаете, что эта трансформация происходит, потому что вы спите очень глубоко, но при этом трансформация происходит, созревание личности к тому, чтобы исчезнуть происходит все равно, ибо вы наполняетесь все время наполняетесь страданием. А это не что иное, как духовная трансформация. Высшее благо. и поэтому будьте готовы, понимаете, к тому, что вы вернулись в эту колею и начали опять страдать. Будьте готовы, потому что теленочек вот этот вот, который родился, теленочек чистоты божественной, понимаешь, его, если оторвать от мамки, он погибнет. он погибнет и вернется опять глубокий сон, наполненный страданием. Ретрит должен продолжаться. мастер, простыми словами слово, которое вы часто используете как осознавание, неясно, что это такое. восприятие. 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 Без слов. Да. Восприятие. Мастер, в Библии сказано и первое было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. А вы говорите, что слово это ложь. Как это понять? Ой. Ну, понимаете, в чем дело здесь? Если начать разбираться, это серьезно действительно начать разбираться, то вы обнаружите, что в Библии применен просто кривой перевод. То есть слово переведено с древнегреческого как слово. Там есть древнегреческое слово. Это мы сейчас не помним, как оно звучит. Вот. И оно переведено как слово, а должно быть переведено как сознание. Вот и все. это и есть восприятие. Ну, там с какого-то древнего языка. Или восприятие сознания. Сознание, сознание должно быть. Да, восприятие это просто для объяснения того, что есть такое сознание, что есть такое вот осознавание, что это. поэтому, понимаете, кривизны столько в библейских писаниях, что даже не будем об этом. Не будем об этом. потому, что истины в книгах нет. В книгах нет истины. Где бы, в каких бы книгах вы ее не искали, нет ее там. Истина есть только в вашем непосредственном опыте. А как тогда восприятие, которое есть осознавание, может происходить без вовлечения? Обыкновенно. Обыкновенно. Ведь вовлечение, которое происходит у вас, оно возникает только лишь, когда возникает какая-либо мысль. А восприятие, оно как было, так и есть. Возникла мысль, вы вовлеклись, в мысль возвлеклись и начали эту мысль выращивать. Из мухи вырастили слона, потому что возникло внимание туда, залипло внимание в этой мысли. А восприятие, оно как было, так и есть. И оно не зависит от того, вовлеклись или нет. Оно как было до того, так и будет после этого. мастер, приветствую. Благодарю, что происходит видение тебя и присутствия. Хотелось бы пролить свет на тему книг побольше. Побольше. Да. Вопрос есть. Да. Сложно формулируется, но я думаю, он возникнет. Упрощай, упрощай до смысла. Про книги говорится в окружении, ну а как же без книг, что в них плохого, если из них во-первых черпается отвлечение от жизни и расслабление, и второе это способность в книгах подчеркнуть опыт, который сам не можешь прожить. И ты узнаешь через книги чужой опыт. В том-то и дело, что это иллюзия того, что ты можешь подчеркнуть истину из книг. На самом деле нет. Потому что истина, она свободна от книг. А книги это искажение реальности. Понятно? Любая книга, особенно художественную и литературу. Искажение реальности. Вот самое настоящее. То есть в книгах также даются какие-то образы, пища для ума? Потому что пища для ума, да. Потому что для думающего ума пища возникает. и ты как бы тебе сказать, культивируя вот эту практику книжную, тем самым закрываешь себе дорогу, закрываешь себе связь божественную. Потому что все время перед твоими глазами воображение, будет искажение реальности, если ты вовлекаешься в книжную какую-то историю. Также мне кажется про говорение, когда постоянно вовлечен в говорение или чтение или воспроизведение образов каких-то в голове. бестолковое говорение, пустословие, пустословие. Есть не что иное, как еда для беса, беседа. Конечно. Мастер, а по-первыхам, когда только первое прикосновение происходит, рекомендуется как раз таки Мауна для того, чтобы не вовлекаться вот в это думание, пустословие и как раз таки невозможно в начале, так скажем, в говорении быть невовлеченным. То есть находиться в этой чистоте говоря. Да. Привычка думающего ума создавать мысли. И вот эти бесконтрольные создания мыслей или просто пустословие какое-то, которое возникает уже как привычка у многих в социуме. Как привет, как дела, вот это все. Да, вот именно. Вот именно пустословие просто, через которое уходит энергия, через которое теряется связь с Высшим. То есть возникает опять вовлечение в сонливую реальность. выскаженную нереальность. Потому что подлинная реальность не нуждается в словах. Истина не нуждается в словах. Она сама за себя говорит без слов. было замечено, что то, что называется мгновение, реальность, в момент, когда говорится, она будто бы уже невозможна. Только когда замолкаешь, есть возможность соприкоснуться с ней. а во время говорения исчезает. Да, ты словно все портишь словами. Но при этом как уму, мозгу пока еще на каком-то уровне необходимо, чтобы помочь вам выйти из этого глубочайшего сна. Потому что вы самостоятельно не можете это сделать. Ибо вот эти представления о том, что есть что, искаженные представления о себе в частности тоже. И уводят вас. Уводят вас глубоко-глубоко в сон. И этот сон самим невозможно прекратить. И получается так, что кажущаяся нам возникающая у мастера говорение это и есть та самая ниточка, к которой привык наш мозг. То есть это условно тот язык, на котором мы способны воспринять происходит от мастера. Потому что молча вот так мы еще даже не способны это. Да, многие не способны воспринять истину, если она будет в своей чистоте проявляться в безмолвии, без слов. Но кому-то достаточно просто взгляда мастера. Готовому достаточно просто взгляда мастера. Благодарю мастеру. Как зарабатывать деньги после ретрита? Страшно остаться в одиночестве пробудившимся. У нас только начался ретрит. Какой после ретрита? Что это? Это участники предыдущих. А что там? В чем проблема? Как зарабатывать? Ничего не понятно. В чем проблема? Как зарабатывать? Потому что ощущение такое, что пробудившийся только сидит и пробудился и смотрит и ничего не делает. Сидит и страдает наверное от одиночества. Никто с ним бедненьким не разговаривает. Овощи. Да, это такие ложные ощущения возникают у многих. Должен быть бедным обязательно. Бедным и голодным. Да, да, да. Безище нищим провожайничать. если или не попрожайничать, ну выглядит, что надо падать. В рванье и так далее. В общем, на улице жить. Глупости. Глупости это. Не засыпать, просто не засыпать. Бдительность должна возникнуть к этому. Это возникает с осознанностью. Вот если ретрит прошел, пускай это бдительность и поставить все на свои места, потому что если вы видите возникшую игру, ну, снова возникающую игру, как бизнес, например. Бизнес это же игра. Игра со своими правилами зачастую очень-очень токсичными, которые ведут к страданию, так или иначе. Вот. Если кто-то хочет зарабатывать деньги, да, то он обязательно столкнется с тем, что эти деньги, они придут, но и уйдут. И начнется опять страдание не хуже, чем до ретрита. Вот. Поэтому если возникает какая-то деятельность, то она в осознанном состоянии превращается в служение. Служение. Даже зарабатывание денег в каких-то сферах превращается в подлинное служение. Потому что нет того, кто привязывается к этим деньгам, кто хочет только денег заработать, понимаешь? А что такое деньги? Пустота. Просто некая мысль, наделившая бумагу какой-то ценностью. И это глупо потратить всю свою жизнь на добывание вот этой бумаги. Глупо. это еще одна игра, которую ум придумал только лишь для того, чтобы вы опять спали. Поэтому здесь нет вопроса как. Вселенная всегда заботится обо всех. Всегда обо всех. И достаток всегда есть у всех. У всех. Посмотрите, как это происходит в природе. Птички не зарабатывают деньги. Так ведь? Или нет? Или может чего-то мастер не знает? Или у них тоже есть биржа труда? понимаете, Вселенная заботится обо всех формах. Обо всех живых существах заботится. Есть тот, кто с этим как будто бы не согласен. И только тогда возникает вот эта отдельность, которая чувствует зависимость от чего-то, в частности от бумаги. Благодарю, мастер. Очень много вопросов, но мы точно их сегодня не успеваем. Ничего, ничего. У нас много времени. Потому что скоро медитация, и я прошу всех прощения. Большой Даршан прошу мастера в блога. Всех окаж да вам. хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.